В московском патриархате предостерегли протодиакона Андрея Кураева, который инициировал публикации на тему голубого лобби в церкви от попыток оказать на нее давление. Людям церкви пытаются сказать, как вы посмели, как вы посмели тронуть человека, который обладает такими информационными ресурсами, который так громко может бросать те или иные обвинения. Я не такой, как прочие. Я особый. Я требую особого отношения к себе. Вот эта идея очень сильно присутствовала в жизни отца Андрея Кураева в течение многих лет. Что же будет самим отцом Андреем? У него два пути. Первый, очень простой, предписанный нам священным писанием, предписанный Христом, покаяться, измениться, стать новым человеком. Наверное, такой шанс все еще есть, потому что в жизни отца Андрея было много вдохновляющих, миссионерских, проповеднических, писательских успехов. И, может быть, не потеряна еще возможность для того, чтобы, вспомнив свою первую любовь ко Христу, понять, что он – это его церковь. И в любви к ней, без мести, без шантажа, без злобы можно восстановиться духовно, чего я бы лично, как старый знакомый отца Андрея, очень хотел. При этом представитель церкви сообщил, что сейчас никаких дисциплинарных мер по отношению к протодиакону не разрабатывается и не применяется, хотя поступает множество писем с призывом лишить его сана. Он считает, что у Кураева есть возможность воспользоваться великим постом и покаяться, встать на путь смиренного мирного церковного служения.